МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время обошелся Пентагону в 2,5 миллиарда долларов. За что такие деньги? Почему специалисты считают, что эта машина не оправдала вложений? Во время боевого применения этого бомбардировщика было разрушено китайское посольство, а также погибло множество людей. Смертельное шоу. Самые ужасные фокусы в истории, закончившиеся трагедией. Ради чего иллюзионисты рискуют жизнью? И почему они погибают на сцене? Практически каждое магическое шоу содержит как минимум один номер, который проходит не так, как было задумано. Африканские красавцы. В племени Вадабе мужчины с детства готовятся стать королями красоты. На что они готовы ради почетного звания? И какую награду на самом деле получает победитель? Непридуманная история перлы Овиц. Что пришлось пережить семье лилипутов в нацистском концлагере? Какие опыты ставил над ними знаменитый доктор смерть? И почему Овиц опубликовала свою рукопись только после смерти родных? Думаете, я не плакала, когда узнала, что он умер? Плакала, да. Самые необыкновенные коллекции в мире. Зачем люди собирают этикетки от бананов и пустые тюбики из-под зубной пасты? Сколько мячей для гольфа можно накопить за 50 лет? И для чего австралийскому музею понадобилась коллекция пупочного пуха? Мне предлагали миллион долларов, но я не хочу их продавать. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Респектабельный американский еженедельник составил рейтинг самых дорогих самолетов в истории. На первом месте тяжелый, малозаметный стратегический бомбардировщик «Б-2 Спирит». Цена машины более 2,5 миллиардов долларов за единицу. Но за что такие деньги? По мнению экспертов, история бомбардировщика «Спирит» – это история о том, как не нужно делать самолеты. Несмотря на активную рекламу Пентагона, специалисты считают, что этот самолет сумел нанести видимый ущерб не врагам Америки, а ее бюджету. Оказалось, что на деле дорогостоящая машина бесполезна в условиях реального боя. Но чем «Спирит» так не угодил военным? И почему аналитики считают, что легендарная технология «Стелс» на самом деле не оправдывает затраченных на нее средств? Каждый самолет серии «Б-2» стоит более 2 миллиардов долларов. Согласно расчетам Пентагона, для преодоления отечественной системы ПВО и последующих ударов в глубину требуется 60 машин различного типа. Но всю эту армаду, по уверениям военного ведомства, могли заменить лишь два стелс-бомбардировщика «Б-2 Спирит». Последующие боевые действия показали – обещание Пентагона прорвать серьезную оборону ПВО – обычное рекламное надувательство. Когда же выяснилось, что и невидимость «Б-2» – не более чем красивая легенда, было уже поздно. Американский военно-промышленный комплекс успел выпустить 21 машину. Теперь им требуется специальный ангар с климат-контролем и особое дорогостоящее обслуживание – сотни миллионов долларов в месяц. По большому счету, американские бомбардировщики «Б-2 Спирит» имеют подобную уязвимость. И для российских комплексов ПВО, особенно современных типа С-300, С-400, а также перспективных С-500, бомбардировщик «Б-2 Спирит» представляет из себя довольно уязвимую цель. Военные аналитики шутят – истинное предназначение самолета «Б-2 Спирит» – нести в своих бомболюках демократию в самые отдаленные уголки планеты. На самом деле, стратеги Пентагона много лет пытаются построить обычный дальний бомбардировщик, чтобы он мог долететь с территории США до любой точки земного шара. Этой цели Пентагон добился. Боевое окрещение «Б-2» состоялось в 1999 году в Югославии. Стелс-бомбардировщики сбросили на нее 600 высокоточных бомб Джейдом. Все машины взлетали с американского континента и дозаправлялись в воздухе. В частности, во время боевого применения этого бомбардировщика было разрушено китайское посольство, а также погибло множество людей. Впоследствии данный бомбардировщик применялся в Ираке, также в Ливии. В 2003 году бомбежку Ирака «Спириты» также вели со своей базы в США. Они сбросили на страну более 600 тонн боеприпасов разного типа. В 2011 году «Б-2» атаковали Ливию. И снова боевые вылеты осуществлялись беспосадочным способом. Например, подсчитано. Полет с авиабазы «Уайтман» в США до Афганистана и обратно занимает 50 часов. Двое суток двигатели «Спирита» не выключаются ни на секунду. Это говорит о высокой надежности техники. На смену «Спиритам» идут еще более мощные машины типа «Б-21 Райдер». Их главная задача — скрытно войти в район пуска ракет и уничтожить российскую ПВО. Но технологии «Стелс» работают очень ненадежно. Любой бомбардировщик выдает раскаленная струя из двигателя. Поэтому российские ракетчики засекают невидимки США еще при взлете. Известный американский иллюзионист, 43-летний Дэвид Блейн, чуть не погиб во время исполнения трюка. Во время эффектного фокуса Блейн должен был выстрелить себе в рот из пистолета. По словам артиста, он исполнял этот номер более 8 лет и ни разу не ошибался. Но в этот раз пуля попала Дэвиду в горло. Врачам чудом удалось спасти иллюзиониста. Фокусники часто рискуют жизнью ради яркого шоу и бурных аплодисментов. Но насколько оправдан такой риск? Почему артисты продолжают погибать на сцене? На польском телевидении выступление фокусника в прямом эфире обернулось несчастным случаем. Горе-иллюзионист спрятал гвоздь на подставке в одном из бумажных пакетов, стоящих на столе. Затем он хлопнул по другому пакету, показав, что тот пустой. По следующему пакету била телеведущая Мажена Рогальски. В результате ее кисть оказалась насквозь проколота огромным гвоздем. В магических трюках что-то постоянно идет не по плану. Практически каждое магическое шоу содержит как минимум один номер, который проходит не так, как было задумано. Не секрет, что чем опаснее фокус, тем он зрелищнее. Когда иллюзионист в последний момент уходит от смертельной опасности, зрители замирают в ужасе и восхищении. Но порой даже для опытных фокусников представление заканчивается трагически. При выполнении трюков ты должен быть максимально подготовлен. Иначе это может быть опасным. Ты должен быть абсолютно уверен в том, что ты делаешь. И только один из моих трюков получился плохо. Я должен был провести побег из-подо льда на озере. И он провалился. Это было очень не смешно. По статистике самыми опасными являются фокусы с освобождением. В 1992 году иллюзионист Билл Ширк пытался повторить трюк великого Гудини. Но оказался заживо погребенным под тонной грязи. Трюк, который называется живое захоронение, не раз заканчивался очень плохо. Потому что мастер не выполнил нужных подсчетов и недооценил, насколько опасным может быть этот трюк. Масса почвы была слишком тяжелой для него. И она просто засыпала его. На самом деле это очень опасный трюк. Большинство опасных трюков с освобождением придумал и выполнил именно Гарри Гудини. И именно попытки повторить эти фокусы зачастую приводят к трагедии. Но, как ни странно, чем опаснее трюк, тем больше самоуверенных иллюзионистов пытаются его выполнить. Один из трюков, который закончился трагической смертью человека, называется «Побег из молочного бидона». Его звали Дженеста Дуинат. По идее, он должен был выбраться из бидона, минуя закрытый замок, который висит снаружи. Но при транспортировке молочный бидон был поврежден. Он не мог выбраться. И утонул. В 2015 году подобные трюки едва не закончились гибелью сразу двух молодых фокусников. Спенсер Хорсман не рассчитал запас воздуха и едва не погиб в стеклянном коробе, подвешенном на высоте 9 метров. А несколько месяцев спустя для другой иллюзионистки подобный трюк закончился долгим лечением в больнице. Любой громкий смертельный провал кого-то из иллюзионистов вызывает, наоборот, ажиотаж у публики. И этим сразу стремятся пользоваться. Ведь для нас ничего нет слаще, чем внимания зрителей. Чтобы сделать свою программу как можно более захватывающей, фокусники сознательно идут на риск. А список погибших на глазах у зрителей постоянно растет. Далее в программе. Африканские красавцы. В плене Невадабе мужчины с детства готовятся стать королями красоты. На что они готовы ради почетного звания? И какую награду на самом деле получает победитель? Непридуманная история перлы Овиц. Что пришлось пережить семье лилипутов в нацистском концлагере? Какие опыты ставил над ними знаменитый доктор смерть? И почему Овиц опубликовала свою рукопись только после смерти родных? Думаете, я не плакала, когда узнала, что он умер? Плакала, да. Самые необыкновенные коллекции в мире. Зачем люди собирают этикетки от бананов и пустые тюбики из-под зубной пасты? Сколько мечей для гольфа можно накопить за 50 лет? И для чего австралийскому музею понадобилась коллекция пупочного пуха? Мне предлагали миллион долларов, но я не хочу их продавать. Загадка смерти Эрнеста Хемингуэя. Почему всемирно известный писатель покончил с собой? Что его связывало со спецслужбами? И почему современные исследователи винят в его смерти ЦРУ? Какие документы эксперты нашли в рассекреченных архивах? Сам Хемингуэй говорил, я не коммунист, я просто ненавижу фашистов. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Африканское племя Вадабе спасет мир своей красотой. Такое заявление сделали вожди этого уникального народа. Дело в том, что в отличие от представителей других африканских племен, главный смысл жизни этих людей – быть красивыми. Причем за красоту у Вадабе отвечают не женщины, а мужчины. Так в этом племени мальчики с детства готовятся к самому важному ритуалу в своей жизни – конкурсу на звание самого привлекательного мужчины – гиревол. На что готовы мужчины этого племени ради звания первого красавца? И какую награду они получают за свои старания? Вот он, флирт по-африкански. Юноши племени Вадабе с детства тренируются соблазнительно вращать глазами и сексуально стучать зубами. Считается, что чем богаче мимика, тем завиднее жених. Все это часть необычного брачного ритуала. Антрополог Александр Казанков недавно специально ездил в Африку, чтобы научиться искусству обольщения у местных дон-жуанов. Мужчины становятся в ряд и поют. Там хор такой мощный. При этом они, значит, поднимаются на носках, чтобы казаться выше. Значит, скалят зубы и вращают белками глаз. Сейчас я вам могу показать, как это. И поэтому они поэтом. И так вот равномерно раскачиваются. В племени Вадабе раз в год устраивают специальный конкурс красоты для мужчин. Гиревол. В роли судей – молодые девушки. В этой толпе кавалеров они должны выбрать трех счастливчиков, за которых выйдут замуж. Ради победы дамские угодники готовы практически на все. Они отбеливают зубы, делают депиляцию, выпрямляют волосы и даже наносят макияж. Здесь у каждого уважающего себя плейбоя есть своя косметичка. Они пудрятся сухой глиной, подводят губы ягодным соком, а стрелки рисуют углем. Чтобы нанести такой эротичный боевой раскрас, они тратят минимум шесть часов. В Африке Вадабе даже получили прозвище «мужчины-павлины». Покоряют самку кто как может. Я думаю, что мужчины в далеком времени этого племени позаимствовали этот ритуал у животных. Некоторые представители животного мира тоже могут аналогичным образом себя расцвечивать. Самцы у многих птиц одевают брачное оперение, в общем, подергивают перышками, крылышками. На конкурсе красоты мужчины должны не только блеснуть своей внешностью, но и продемонстрировать физическую силу и выносливость. Они танцуют и дефилируют в набедренных повязках до изнеможения несколько часов подряд. Судейская коллегия девушек сидит в тени под кустами и, в общем, смотрит на танцующих юношей. В конце концов, одна из избранниц подходит, внимательно ему смотрят в глаза, а молодой человек его уводит из круга танцующих, и девушка тоже уходит из круга и так далее. Те, кого девушки не выбрали, вынуждены ждать еще год до следующего конкурса красоты. При этом мужчинам запрещено вступать в любые отношения. Нарушение этого сурового закона карается смертной казнью. Если жена недовольна своим мужем, она может от него убежать. Вот с одним из таких красавцев. Во время праздника Герри Волл жена может официально уйти от мужа, съесть с любовником какую-то трапицу мясную, и после этого они считаются новым законом мужем и женой. Такие порядки историки объясняют дефицитом женщин детородного возраста. Поэтому мужья не расслабляются. Даже после ритуала бракосочетания они стараются следить за собой и продолжают делать макияж, чтобы не потерять супругу. Кутурологи уверены, в племени Мадабы сейчас происходит то, что ждет весь мир в ближайшем будущем. По данным Лондонской школы экономики, за последние 6 лет продажи косметики для мужчин выросли почти на 70%. Сейчас на земле на 100 девочек рождается примерно 106 мальчиков. Поэтому, чтобы устроить личную жизнь, холостякам рано или поздно придется серьезно конкурировать друг с другом. Англичанин Нил Пекер организовал выставку предметов, в которых якобы вселились злые духи. Эту странную коллекцию он собирал много лет. Мистические артефакты Пекер демонстрирует публике в заброшенном особняке. По его мнению, этот антураж хорошо подчеркивает атмосферу так называемой одержимой коллекции. Сегодня есть целые сообщества людей, собирающих на первый взгляд странные предметы. Кто и зачем коллекционирует пустые тюбики из подзубной пасты и наклейки из бананов? Где живет настоящий дядя Скрудж? И зачем австралийскому музею понадобилась целая коллекция пупочного пуха? Для нее я – это мама с папой. Мужчина-наседка. Вот как называет себя Александр Тетерин. Он точно знает, как правильно высиживать яйца, вить гнезда и чистить перышки. Давай, Маргушечка. Вот видите, вот для нее это самое большое удовольствие в жизни. Свою квартиру Александр превратил в огромный птичник, в котором сейчас живут 36 попугаев. Каждый такой крылатый любимец стоит около 200 тысяч рублей. Это одна из крупнейших частных коллекций птиц в России. Но в такой большой стае клювом не щелкают. Пернатые помогают хозяину зарабатывать на жизнь. Они у меня заняты в шоу. Попугаи – одни из тех животных, с которыми можно наладить контакт. Интеллект сумасшедший совершенно. Ну давай, клади, клади руки. Вот видите, смотрите, это абсолютное доверие. Вот как он подошел, положил свою головку мне в руку. Это говорит об абсолютном доверии птицы к человеку. Ну иди, клади. Эксперты оценивают коллекцию Александра Тетерина примерно в миллион рублей. Попугаи – отличная инвестиция. Заработать можно не только на разведении, продаже яиц и птенцов. Коллекционер из США Джефф Либо сколотил свое состояние благодаря свалке. Он собрал на помойках более 85 тысяч пустых пивных банок. Эксперты оценили коллекцию в полтора миллиона долларов. Джеффу даже пришлось нанять охранника. Я начал собирать пивные банки, когда мне было лет 13. Сейчас моя коллекция стала такой огромной, что я построил для нее дом-музей. Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы полюбоваться на эти экспонаты. Американец Ронан Джордан готов заплатить любые деньги за красивые пустые тюбики из подзубной пасты. И у него их уже 4 тысячи. А девушка из Словакии Антония Казакова охотится за более изящными предметами – бумажными салфетками. Самая маленькая салфетка в моей коллекции размером со спичечный коробок. А самая большая похожа на скатерть в длину около метра. У меня уже более 50 тысяч салфеток. Среди них есть и раритетные, сделанные в 40-х годах. Мне предлагали миллион долларов, но я не хочу их продавать. Когда человек получает желанную вещь, в его крови вырабатывается гормон счастья – серотонин. Поэтому считается, что коллекционирование – это отличный способ снять стресс. Например, врач-хирург из США Лаки Мейзенхаймер утверждает, что собирая игрушки йо-йо, он борется с депрессией. Я работаю с онкобольными. Я вылечил от рака кожи около 30 тысяч людей. Но, к сожалению, иногда помочь пациенту невозможно, и он умирает в муках на моих глазах. Играя со своими йо-йо, я могу отвлечься от происходящего на работе. Недавно Лаки Мейзенхаймер даже попал в книгу рекордов Диннеса. Сейчас в его коллекции более 10 тысяч йо-йо. Вот зеленый, мой любимый. Он принадлежал Педро Флоресу, который первым в Соединенных Штатах придумал эту игрушку и назвал ее йо-йо. Более брутальными мужскими игрушками увлекается американец Мел Бернштейн. Он собрал у себя дома целый арсенал. Пулеметы, пистолеты, автоматы, винтовки. И это далеко не все. В его коллекции есть даже танки. Бернштейна называют самым вооруженным человеком в США. На мое имя зарегистрировано более 40 тысяч единиц оружия. А сколько здесь боеприпасов, гранат и патронов, я даже сосчитать не могу. На моем личном полигоне вокруг дома разбросаны окровавленные манекены. Это предупреждение. То же самое будет с каждым вором, который осмелится сюда забраться. А библиотекарь из Австралии Грэм Баркер грабителей не боится. Он уверен, что плоды его трудов в надежных руках. Мужчина за 26 лет собрал три банки пуха из собственного пупка. Баркер продал эти уникальные экспонаты в Музей современного искусства. Эксперты утверждают, что коллекционирование сейчас уже не просто хобби, а инвестиция и прибыльный бизнес. Далее в программе. Непридуманная история Перлы Овиц. Что пришлось пережить семье лилипутов в нацистском концлагере? Какие опыты ставил над ними знаменитый доктор смерть? И почему Овиц опубликовала свою рукопись только после смерти родных? Думаете, я не плакала, когда узнала, что он умер? Плакала, да. Гиперлуп Илона Маска. Сенсационная идея американского гения или забытая разработка российского профессора Вейнберга? Зачем Маск приезжал в Россию и на что он потратил здесь 8 миллиардов долларов? И почему наша страна не реализовала проект скоростной дороги Вейнберга? А кроме того, абсолютно не решены вопросы безопасности. Представьте, что произойдет, если вдруг некая капсула, да, мгновенно разгармитизируется, что элементарно может произойти, да, это мгновенная смерть всех, кто находится там. Загадка смерти Эрнеста Хемингуэя. Почему всемирно известный писатель покончил с собой? Что его связывало со спецслужбами? И почему современные исследователи винят в его смерти ЦРУ? Какие документы эксперты нашли в рассекреченных архивах? Сам Хемингуэй говорил, я не коммунист, я просто ненавижу фашистов. Тайна спящей красавицы. Исследователи разгадали секрет итальянской мумии Розалии Ломбардо. Кто и зачем превратил двухлетнюю девочку в вечную куклу? И правда ли, что она подмигивает туристам? Мне удалось встретиться с его ныне живущими наследниками. Они сказали, что у них сохранились все его записи, в том числе и неопубликованные рукописи. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Американские интернет-пользователи сравнили российские истребители Су-35 и Су-30ССР с новым боевым самолетом США F-35. По мнению большинства, западная новинка сильно проигрывает российским машинам. Так, американский перехватчик пользователи назвали неповоротливым и слабым, в то время как наши самолеты заслужили высшие оценки. Пользователи из США даже назвали Су-35 королями неба. Селфи-видео, сделанное антарктическими пингвинами, стало хитом интернета. Видеокамеру птицу нашли недалеко от своего места обитания. Аппарат в режиме автоматической съемки установили исследователи с австралийской станции Моусон. Таким образом, ученые хотели зафиксировать жизнь пингвинов. Однако две птицы проявили к аппарату живой интерес и удивительным образом сумели запечатлеть сами себя на видео. Американские инженеры создали робота-рыбу-шпиона. Разработку назвали Софи. У машины четыре плавника, которые позволяют ей двигаться в любом направлении. Кроме того, в носовой части аппарата находится видеокамера. С ее помощью океанологи смогут следить за жизнью морских обитателей. Первые испытания Софи прошли на коралловом рифе на Фиджи. Машина погрузилась на 15 метров и успешно справилась со всеми поставленными задачами. На марсианских снимках НАСА исследователи обнаружили древний корабль пришельцев. Эксперты считают, что аппарат потерпел крушение и находится в нерабочем состоянии. Внешне объект напоминает большую гору с четырьмя симметричными выступами. Предположительно, его длина не менее километра. Однако, по мнению астрофизиков, это обычная скала, часть более крупного хребта, занесенного песками. В Саксонии на 96-м году жизни умер нацист Оскар Гренинг, осужденный за пособничество в убийстве более 300 тысяч человек в концлагере Аушвиц-Освенцем. Гренинга прозвали бухгалтером, поскольку он проверял багаж прибывающих в Освенцем евреев, ввел учет конфискованных у заключенных денег и отправлял их в Берлин. Об этом человеке в своих мемуарах рассказала Перла Овиц. Вся ее семья была с заключенными Аушвицца. Над ними ставил опыты лично Йозеф Менгеле, известный как доктор смерти. Какие ужасы пережили эти люди? Кем они были до концлагеря и как туда попали? И почему Овиц согласилась опубликовать свою рукопись только после смерти всех членов своей семьи? В 1992 году специальная экспертиза установила, что мужчина, погибший от инсульта 13 лет назад в Бразилии, был Йозефом Менгеле, самым опасным нацистским преступником. Доктор смерть из Освенцема лично причастен к гибели более 10 тысяч человек. Но в одной еврейской семье оплакивали его кончину. Думаете, я не плакала, когда узнала, что он умер? Плакала, да. Я знаю, какие ужасы творились, но если бы не он, нас бы не было в живых. В семье румынского раввина Айзека Овицца было 10 детей от двух браков, трое нормального роста и семь карликов. После смерти отца им пришлось зарабатывать на жизнь концертной деятельностью. Маленькие артисты пели, танцевали и виртуозно играли на крошечных инструментах. Еще в довоенный период отец всего этого семейства, он был карликом, он завещал всем своим детям от двух разных браков, а там были и карлики нормальные, всем держаться вместе, помогать друг другу. И при любых обстоятельствах, даже если кто-то женится, все все равно не должны были покидать один общий дом. Необычная труппа в довоенной Европе пользовалась невероятной популярностью. Между гастролями семья проживала в большом доме. У Овиццев был единственный во всей округе автомобиль. Только в 44-м году уже, когда вот на территорию Венгрии они оказались, немецкие войска вошли на территорию Венгрии, и то их около длительного времени, порядка двух месяцев, тоже не арестовывали. Они, в общем-то, развлекали немецких офицеров и немецких солдат. 15 мая 1944 года семью Овиц арестовали и отправили в Освенцин. В лагере могли выжить только физически развитые узники, пригодные для тяжелых работ. Остальных убивали в газовых камерах. Но о необычной семье доложили доктору Менгеле, который интересовался различными человеческими патологиями и наследственными отклонениями. Менгеле, он занимался такой темой, как вырождение еврейской нации. Что вот евреи – это выродившиеся люди, поэтому их надо истреблять, и это, в общем, собственно говоря, ему надо было как-то доказать. И здесь вдруг появляется такой пример биологический, где большое количество, целая семья, которая состоит из карликов. Причем самое страшное, что вот в этой семье самому младшему ребенку было полтора годика всего, 18 месяцев, а самой старшей женщине было 52. Семью Овиц поселили отдельно от остальных узников и освободили от работ. Позже к ним присоединилась еще одна семья карликов. А на них испытывали буквально все. Не только биологическое, но и химическое оружие. И что самое интересное, что Менгеле добился определенных результатов. Дело в том, что именно карлики переносили биологическое и химическое оружие более стойко, чем простые люди. Если при одинаковых дозах карлики, несмотря на рвоту, тяжелое состояние выживали, то простые люди умирали. Ежедневно сотрудники доктора Смерц брали у них кровь на анализы. В попытках обнаружить признаки наследственных заболеваний у карликов извлекали костный мозг, вырывали зубы и волосы, подвергали их радиоактивному облучению. Кровь у нас он никогда не брал сам. Всегда приказывал кому-то другому. Когда я слышала это, сердце замирало. Они делали небрежные проколы, кровь брызгала во все стороны. Нас часто тошнило и рвало. Еще они вырывали наши ресницы. Что-то закапывали нам в глаза. После этого я ничего не видела. Они проделывали такие вещи, от которых волосы становились дыбом. Но не эти издевательства пугали узников больше всего. Однажды в лагерь доставили еще двоих карликов, отца и сына. Йозеф Менгеле приказал умертвить их. После казни тела несчастных выварили, чтобы очистить кости, из которых собрали два экспоната для Музея естествознания в Берлине. Они никогда не говорили про опыты и никогда не жаловались. Овицы всегда старались рассмешить Менгеле. Пели его любимые немецкие песни. Однажды он даже снял о них фильм, чтобы отправить Гитлеру. Даже заключенные шли и вдруг видели, что Менгеле идет в хорошем настроении. Уже сразу по лагерю шел слух о том, что вот он был у малышей, и они ему подняли настроение. И вот даже был однажды такой эпизод очень интересный. Менгеле приказал им всем красиво одеться, привез коробку с макияжем, загримироваться, и они счастливые поехали, думали, что они будут выступать. Труппу действительно проводили на сцену, а зрительный зал был полон высокопоставленных офицеров СС. Но Менгеле приказал карликам снять все наряды. И читая лекцию о вырождении евреев, он использовал труппу в качестве живой иллюстрации. Эта семья смогла выжить, потому что они, во-первых, были дружны с самого рождения, с самого детства, жили как одна семья, помогая друг другу и поддерживая друг друга. И у них было позитивное настроение. И вот они смогли понравиться Менгеле. Он был заинтересован в том, чтобы их не убивать. Но при этом он получал удовольствие как садист тем, что пытал их. После освобождения из концентрационного лагеря, братья и сестры Овиц пообещали друг другу никогда больше не вспоминать о пережитых ужасах и унижениях. Именно поэтому перла Овиц согласилась опубликовать удивительную историю спасения только после смерти последней из своих сестер. Глава SpaceX Илон Маск хочет построить особую машину для бурения и уже начать копать собственный туннель. Так эксцентричный миллиардер собирается решить проблему пробок. Недавно Маск заявил, что к 2029 году соединит Лос-Анджелес и Сан-Франциско с современной дорогой, а точнее трубой. По ней с короткими интервалами будут ходить суперскоростные поезда, способные за каких-то полчаса пройти 500 километров. Однако мало кто знает, что этот проект Маска на самом деле давно забытая разработка российского профессора Бориса Вейнберга. Но как технологии и чертежи столетней давности оказались у американца? Правда ли, что в 2002 году Маск приезжал в Россию, чтобы выкупить их и получил отказ? И почему наша страна не реализовала проект отечественного гения? В пустыне американского штата Невада успешно прошли испытания двигателя, разработанного для вакуумного поезда «Гиперлуп». Несмотря на то, что пока устройство разгоняется только до 160 километров в час, конструкторы уверены, в будущем чудо-транспорт станет быстрее самолета. «Гиперлуп», если в двух словах, это пневматическая почта. Это герметичная камера, в которой движется объект. В этом объекте можно перевозить грузы, а можно перевозить у людей. «Гиперлуп» — это проект наземного трубопровода, по которому в условиях вакуума будут передвигаться сверхскоростные капсульные поезда на магнитной подушке. Якобы несколько лет назад такой трубопровод придумал глава «Спейс-Х» Илон Маск. Изначально компания-разработчик намеревалась привлечь около 50 миллионов долларов инвестиций. Но по последним данным, в проект за три года было инвестировано более 245 миллионов долларов. По замыслу автора, преимущество в скорости — до 1000 километров в час. Весь вопрос в том, как это будет вписываться в ТНЛ, грузовые логистики, пассажирские логистики. Вопреки тому, что технический проект плохо проработан, три года назад с властями Калифорнии был подписан первый контракт на строительство. Но сама длинномерная конструкция тоннеля — вот где находится уязвимость. Почему? Потому что геодинамика недр ещё недостаточно изучена и ещё неуправляема нами. Если небольшое перемещение грунтов или подвижка каких-то даже скальных пород произойдёт плавно, допустим, без сейсмических волн, то это приведёт как раз к тем дисбалансам, из-за которых поезд соскочит даже с любой самой лучшей магнитной подушки. Проведённое разработчиками в сентябре 2013 года компьютерное моделирование выявило ещё несколько проблем. Оказалось, что при разгоне до заявленных 1220 километров в час капсула начнёт вращаться вокруг продольной оси, а её оболочка нагреется до 500 градусов по Цельсию. А кроме того, абсолютно не решены вопросы безопасности. Представьте, что произойдёт, если вдруг некая капсула мгновенно разгерметизируется, что элементарно может произойти. Это мгновенная смерть всех, кто находится там. Но самое удивительное, что первая в мире экспериментальная действующая модель вахумного поезда была представлена российским учёным Борисом Вейнбергом более ста лет назад. В 1914 году в Петербурге изобретатель представил свой проект транспорта на магнитной подвеске. Воплощению идеи в жизнь помешала Первая мировая война. Если называть вещи своими именами, то проект Гиперлуп первый создал Борис Вейнберг, а Илон Маск его создал уже в сфере маркетинга. То есть, если бы Вейнберг обладал бы такими возможностями маркетинга, он бы, конечно, раскрутился бы, может быть, и пораньше. Но как вышло, что спустя более ста лет американский инженер выдал эти разработки за свои собственные? Дело в том, что в 2001 и 2002 годах Маск несколько раз приезжал в Москву на переговоры с представителями компании «Космотранс». Она разработала и эксплуатирует коммерческую пусковую систему на основе ракеты-носителя «Днепр». По официальной версии, Маск хотел приобрести несколько переоборудованных межконтинентальных баллистических ракет. Но сделка не состоялась. Он приезжал сюда, значит, для этого было какое-то разумное коммерческое обоснование. Это была либо попытка покупки технологий, либо попытка в том числе и промышленного шпионажа, и военного, и какого угодно. К сожалению, Борис Вейнберг не запатентовал свое изобретение. Как разработка оказалась в руках Илона Маска, можно только гадать. Но факт остается фактом. Борис Петрович Вейнберг, он сделал первые базовые расчеты для этого проекта. Он показал, что да, действительно, вполне возможно развить такие скорости. И он глядел, кстати, дальше, чем Илон Маск, хотя он не обладал ни компьютерами, ни теми средствами, которыми обладаем мы сейчас. По мнению российских ученых, строительство вакуумного тоннеля Маска может оказаться самым дорогим из всех проектов сверхбыстрых поездов. Было подсчитано, что реальная цена прокладки пути от Лос-Анджелеса до залива Сан-Франциско обойдется примерно в 84 миллиона долларов США за милю, вместо заявленных изначально 11,5. Есть несколько вопросов, которые не имеют пока технического решения. Про экономическую составляющую говорить вообще бесполезно. Экономическая составляющая вопроса ужасающая. Прибыльным это не будет в обозримом сотни лет, это точно. Пока грандиозный проект Илона Маска представляет собой лишь тележку, которая ездит по трубе с помощью линейного двигателя. Хотя еще в ноябре 2016-го стало известно о том, что подписан второй контракт на строительство скоростной трассы. Компания обязалась запустить систему гиперлуп на территории Арабских Эмиратов уже к 2020 году. В будущем году исполнится 120 лет со дня рождения знаменитого писателя Эрнеста Хомингуэя. Он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Написал более 30 произведений, из которых 16 были экранизированы. Но, несмотря на успех и признание, в 61 год Хомингуэй покончил с собой. Почему писатель решился на самоубийство? Некоторые исследователи считают, что всему виной затяжная депрессия. Другие, что у него было психическое расстройство. Но недавно эксперты выдвинули новую гипотезу. В смерти Хомингуэя замешаны спецслужбы. Что связывало его с ЦРУ? Какие документы обнаружили биографы в рассекреченных архивах? И кто на самом деле убил Хомингуэя? ФБР и ЦРУ довели Хомингуэя до самоубийства. Это заявление сделал друг писателя Аарон Хочнер, когда изучил рассекреченные документы американских спецслужб. Та часть материалов ФБР, которая рассекречена, содержит 127 страниц. Они очень наглядно демонстрируют, что за Хомингуэем тщательно следили вплоть до самой смерти. Причем все материалы напрямую попадали сразу к директору бюро Джону Гуверу. Самое ужасное, что тогда писателю никто не верил. Они проверяют мой банковский счет, вскрывают письма, следят за моей машиной и прослушивают телефон. Это худший ад из возможных, жаловался Хомингуэй друзьям. Товарищи считали эти разговоры паранойей и следствием затяжной депрессии. Писателя даже поместили в психиатрическую клинику для лечения. Его лечили электрошоком. Такой интересный метод лечения, когда через мозги человека пропускают электрический ток, в результате этого есть очень серьезные побочные явления. Человек начинает терять память. Многие исследователи считают, именно из-за этого лечения Хомингуэй потерял способность писать, что еще больше усугубило его психическое состояние. Он писал очень много, основываясь на собственном опыте. И когда его память была частично стерта, у него возникли серьезные проблемы с написанием текстов. Он понял, что больше не может творить, и застрелился из любимого ружья в своем доме в Кетчуме через несколько дней после возвращения из клиники. Хомингуэй не оставил предсмертной записки. Это породило множество слухов о причинах его самоубийства. Люди говорили, что накануне писатель поссорился с женой, и что у него был рак в неоперабельной стадии. Обсуждались и другие мотивы. Ну, там разные версии. Вегализм, он, конечно, пил, будь здоров. Потом есть версия, что якобы после того, как он ощутил ослабление потенции, для него, так сказать, это было... Но это все-таки домыслы. Но что же заставило спецслужбы так пристально следить за самым известным американским писателем середины 20 века? По одной из версий, Хомингуэй действительно мог сотрудничать с коммунистами и быть их тайным осведомителем. Хомингуэй, поскольку он много путешествовал, и поскольку он симпатизировал Советскому Союзу, то да, есть информация о том, что находясь за границей, например, в таких городах, как Лондон или Гавана, он пытался предложить свои услуги разведке Советского Союза. Биограф-писатель Нэнси Синделар уверена, что эта информация не соответствует действительности. Сам Хомингуэй говорил, я не коммунист, я просто ненавижу фашистов. Он сочувствовал коммунистам, потому что в той же Испании именно они боролись с фашистским режимом диктатора Франко. По мнению исследователей, ФБР заинтересовалась Хомингуэем совсем по другой причине. Писатель сотрудничал с ними во время Второй мировой войны, когда он жил на Кубе и фактически работал на американское правительство. Купил себе лодку. На эти лодки были по его просьбе поставлены сонары, и он занимался поиском подводных лодок Германии и даже поисками немецких шпионов на Кубе. Помогал Соединенным Штатам одновременно бороться с фашистской Германией. Попав в картотеку ФБР, Хомингуэй стал жертвой паранойи директора бюро Джона Губера. Известно, что в середине 20 века тот, используя свое влияние, держал под колпаком многих известных людей, в том числе Чарли Чаплина и Альберто Эйнштейна. Итальянские исследователи разгадали секрет самой знаменитой мумии Италии – малышки Розалии Ломбардо. Тело двухлетней девочки хранится в катакомбах капуцинов на Сицилии. Невероятно, но ему почти 100 лет, однако девочка выглядит так, словно только что заснула и вот-вот проснется. И самое удивительное – внутри ее тела сохранились все органы. Но каким образом бальзамировщику удалось добиться такого эффекта? И правда ли, что мумия Розалии подмигивает туристам? Человеческое тело можно хранить вечно. Такое сенсационное заявление сделал антрополог Дарио Пьембино Маскали. Итальянский ученый уверяет, что разгадал состав секретного препарата известного бальзамировщика Альфредо Салафии, который тот скрывал более 100 лет. Я изучал родословную Альфредо Салафии, восстановил генеалогическое древо бальзамировщика. Нашел как предков, так и потомков. Мне удалось встретиться с его ныне живущими наследниками. Они сказали, что у них сохранились все его записи, в том числе и неопубликованные рукописи, в которых приводятся некоторые химические формулы, включая ту самую таинственную формулу для бальзамирования тел. Профессор уверяет, именно Альфредо Салафия забальзамировал тело двухлетней Розалии Ломбардо. В 1920 году девочка умерла от воспаления легких, но до сих пор ее тело выглядит как живое. Девочку забальзамировали, то есть она не мумия. Хотя ее называют мумией, но это слово неприемлемо к ней. Она это забальзамированное тело. Поэтому она не разлагается, не высыхает, ничего. И остается такой, какой была при жизни. Внешне Розалия Ломбардо действительно ничем не отличается от живых детей. Ее волосы по-прежнему вьются, кожа все так же эластична, а на щеках даже проступает румянец. Но каким образом бальзамировщику удалось добиться такого эффекта? Глицерин, спирт, формалин, цинк – это все консервирующие растворы. То есть Салафия нашел идеальный состав, который законсервировал тело девочки. Причем, если Салафия разработал состав смеси на основе формальдегида в 1901 году, то у нас есть все основания считать его пионером в области использования формальдегида для бальзамирования тел. С помощью своего раствора Альфреда Салафии удалось сохранить не только тело малышки Розалии, но и все ее внутренние органы. При бальзамации, как правило, наполняют сосуды раствором, тоже консервирующим раствором. По сосудам консервирующий раствор расходится по телу, консервируют органы, мозг, и, соответственно, человек остается в хорошем состоянии, в котором был. Звучит невероятно, но видевшие тело Розалии Ломбарда уверяют, что малышка периодически приоткрывает глаза и даже подмигивает окружающим. При этом некоторые ученые заявляют, несколько раз их приборы фиксировали в мозге девочки электроимпульсы. Но как такое возможно? По большей части это все выдумки. На самом деле гроб с телом девочки стоит в таком месте, под таким углом, что свет падает очень специфически. Кажется, что у Розалии действительно приоткрыты глаза. К тому же большое влияние оказывает температура и влажность помещения. Кожа век может понемногу иссыхать, образовывая щель. Разумеется, никаких импульсов мертвое тело издавать тоже не может. С 1920 года гроб с телом девочки стоял в небольшой часовне в Палермо. А в начале 2000-х малышку Розалию перенесли в более сухое и посещаемое место. Последний пункт туристического маршрута по катакомбам капуцинов. Каждый день туда приходят толпы посетителей, а местные монахи придумывают новые истории, чтобы привлечь туристов. Разгадка не имеет никакого смысла, если вы не нашли ее сами. Так считал писатель Саммерсет Моэм. Давайте искать истину вместе. С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова